здравствуйте дорогие мои подписчики как у вас дела хорошо у меня тоже потому что погода хорошей солнышные и хочу приготовить прямо на улицу в казане что аджика а так для джеки что меня что нам нужен я взял болгарский перец хороший красный с перчей и такой паприка это кстати меня это больше нравится потому что к нему есть хороший запах так 5 килограмм болгарский перца я взял так где-то 200 где-то около 450 грамм ну почти полкило до 500 грамм получается тамакей паста хорошего 100 миллилитров подсолнечное масло ну парашют где-то 2 чуть больше 2 головки чеснока красный полу молотый острый перец чили один пучок петрушка и соли естественно так сначала что будем делать будем пропускать все это через мясорубку вот мясорубка вот чтобы такая сеточка расчетка вот такой такого размера не крупный слишком крупный не хорошо сначала приготовим измерчаем паприки болгарский перец а потом я вам расскажу подробнее как сделать поехали вот у вас получится так я я сначала сказал паприки отрезайте почистите все в косточке сниматься и начинать готовить все я продолжаю так я с паприками я закончил теперь у меня один такой страшный острый перец из красный я это отдельно буду пропускать через мясорубку и чеснок тоже отдельно потому что чеснок мы будем варить потом перед заканчивание как мы заканчиваем уже за 10 минут раньше туда добавляем будем чеснок и это тоже чеснок короче попозже я чеснок я буду измерчать и взять отдельно и посмотрим как получится у нас хорошая джика будет кстати соус хорошая будет знаете да а 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 еще лучше очень острый не можем кушать а нет не надо очень острый окей все я сказал буду готовить на казани а так это можно готовить и в домашних условиях на газовую плиту тоже без проблем но меня приятно готовить на улицу так перед тем что начинаем готовить аджику мы приготовим томатную пасту тоже томатную пасту сейчас мы разбавляем водой ну чтобы был немножко не жидковато потому что у нас паприка уже жидковато чтобы это тоже чтобы хорошие аджика у нас получилось густоватый а если сделаем жидковато будет долго вариться и и нехорошо чуть больше посмотрите какой смесь у меня получится сейчас еще немножко по чуть-чуть не сразу добавляйте воду и по чуть-чуть чтобы мы чтобы вы знали что у вас получается еще чуть-чуть теперь хорошо все вот я уже у меня уже класс готов сюда огонь чтобы был медленно если на газовой плиту или на костре все равно огонь должен быть очень медленно сразу же сюда добавляем томатный паста вот классный соус получится краска мясу шашлыку ну как всем это все даем вариться уже где-то минут 30 потом я вам объясню все какой густота должно быть как получается ну хорошо перемешиваем сначала потому что там томатная паста и болгарский перец должны быть вместе перемешиваться очень хорошо вот что мы будем ждать он должен помедленно медленно закипеть это как медленно варится наш красавчик весь вода должен испаряться все что есть тут иногда перемешиваем по чуть-чуть и даем хорошо вариться но еще еще долго будет вариться крышку не будем закрывать я сразу скажу не знаю может есть некоторые у каждого свой рецепт есть знаете я же не один сам готов дать не закрываю крышку потому что он должен медленно вариться и чтобы вода испарился как уже минут 10-15 начинает закипеть каждый раз хорошо перемешивать и будьте осторожны чтобы не сгорел снизу ну огонь конечно медленно но все равно когда он густой становится можете сгореть ну потому и надо всегда перемешивать а потом я покажу как посолить так когда заправить чеснок когда заправить подсолнечное масло это потом еще минут 26 вот хорошо будет уже нормально но все равно время есть еще чтобы густой густой вот так медленно должен вот так вот даст он должен дать такие пузырки их и каждый раз перемешивайте всегда как классно кипит уже запах идет обалденный запах такой так теперь у меня уже варится где-то минут 20 теперь я добавляю чеснок не чисто вы видел почему краты потому что там я измелчал красный острый перец вместе добавляем чеснок тоже чтобы чтобы чеснок тоже хорошо вариться вместе это важно обязательно еще наверно общий итог час час двадцать минут наверно но я вам скажу сколько варишься у меня и когда будет готов но пока время есть мама джа вот здесь мама джа знаете как с душой готовишь это к мясу как хорошо получится шашлыку вообще это вещь обалденный я люблю с вермишелем тоже это кушать с вермишелем вообще обалденно вкусно получается джика и вермишель вместе теперь приготовим петрушку я сказал только петрушку туда добавляем и хорошо измелчат петрушку у меня почти один пучок хорошо измелчает и никакой зелень другого если вы знаете другой зелень что можно добавить я думаю что не надо только петрушку сюда а потом петрушка красный острый перец и масло и соль это будем потом вместе делать опять это самолюбие видите как как я измельчал петрушку вот так должно быть чтобы не был крупных чтобы не был заметно петрушка вот и все тут раз два три где-то четыре столовые ложка получилось хватит глаза печет от дима ну приятно приятно люблю возле костра работать вот все проблемы ну вот в этот момент уже надо почаще перемешивать всегда чтобы не сгорел не клеился под костюм под казан классно получит теперь я буду посолить по вкусу много не буду делать сразу скажу буду посолить и пробовать одновременно и так сразу же добавляют тут острый перец так кстати если нибудь и не любите острого перца но очка должен быть острый вообще-то если не любите не надо добавлять это неважно уже мы сами любим дома острый потому я добавляю и хорошо перемешиваем попробуем как у нас чтобы не пересолить и чтобы слишком острый небо сразу еще масло это как для масла добавляем максимум минут 10-15 варить надо и все тут 100 миллилитра масла подсолнечный чтобы блестел хороший блеск получилась от жука хороший цвет был классно у меня уже шашлык хочется добавляем петрушку и будем пробу снимать посмотрим какая у нас вкуснятина получилось петрушку тоже сразу это все последний момент минут 10-15 еще варить я сказал так я густота хороший получилась классно вот меня уже шашлык хочется делать перемешиваем хорошо петрушка должен быть видно немножечко потому что мы много не делал и перемешивать и перемешивать потому что он густой класс 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 вот вопросов нету как запах хороший шашлык нету тут как хорошо получилось отлично так теперь буду минут 15 перемешивать он еще еще густой станет и будет вариться теперь я пробу снимаю цвет такой красивый класс класс давай шоссе добавим острый да можно потому что чуть-чуть да нет они у меня хороший оператор хорошо снимать молодец больше ничего не надо сюда добавить ничего же острый острый стал хорошенький общий итог где-то у нас получается час 15 минут как начинает кипеть после того как начинает кипеть после того час 15 минут мои друзья мои любимые подписчики у меня прошел час 15 минут и мы наш красавчик аджика готов теперь заправляем баночках перемешиваем по бокам греем баночку немножко вот так окей класс и начинаем заправить это зря все равно через два дня этого не будет все покушаем ну я покажу что мы делаем теперь закрываем крышечки герметик и вот так вставляем теперь 2 . так одновременно перемешать потому что он еще еще кипит не оставлять это прям перемешиваем видите как густа так у вас там получилось кстати очень классно и второе это я готовлю потому что мои подписчики меня попросили жорж приготовь на зиму что-нибудь там соусы но я еще буду мариноват это болгарский перец чесноком и с сельдереем это на следующий видеоролик после аджика сразу будет на болгарский перец чесноком и с сельдереем перемешивать всегда у меня с у нас много баночки нету большину и туда заправим вот это перемешивать вот окей класс окей это застенит в холодильник будем держать чтобы перекушали сразу же вот так можно в холодильнике держать таких в контейнерах маленькие стеклянья главное что стеклянья никогда в пластике не надо заправить потому что нельзя вот это все готово уже и теперь сюда остаток они как чисто вышел у меня не сгорели ничего все чисто получилось все закрываем огонь и все снимаем указан с огня и все больше ничего вот и все вот и весь результат вас не аджика приготовьте на зиму как раз это очень хорошо ну конечно это любое время можно приготовить главное был чтобы был красный перец я сказал можно приготовить домашние условиях на газовой плиту то же самое на медленном огне и делайте пожалуйста по рецепту как у меня есть куски от лаваша я попробую конечно я уже пробовал меня очень понравилось кстати готовцы по рецепту вам очень понравится если любите острый добавляйте острый по вкусу по вкусу посолить вкус такой интересный представляешь а я только мясо что будет к шашлыку на днях буду делать говяжий шашлык с говяжьим филе это как раз к шашлыку будет то что надо но сначала после аджики я приготовлю болгарский перец сельдерей с чесноком маринованный тоже в казани после этого после аджики сразу это будет этот видеоролик а после того это секрет дорогие мои подписчики мои друзья спасибо за просмотр моего видеоролика напишите в комментариях как у вас получилось это мой рецепт я не мой но это все готовят это не я не я создал но я умею готовить очень хорошо получилось вкусно напишите в комментариях как вам понравилось и спасибо вам до свидания а не забудьте ставить лайки пожалуйста и нажать на колокольчик и до свидания до следующего видеоролика